Шейх, я как раз хотел спросить вас о том, что вы уже упомянули, то есть с момента смерти человека и до его захоронения. Инусь Аллах, мне очень понравилось это подробное изложение этих моментов. Мы приготовили для вас вопросы, однако если бы вы дополнили рассказ о том, что произойдет после того, как человек будет похоронен, а затем я продолжу задавать вопросы, которые у меня, и опасаюсь того, что мы будем задавать много вопросов, по причине чего упустим многие вещи, которые вы можете упомянуть сами. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы полностью закончили эту тему. Мы скажем, что после того, как умерший будет положен в могилу, его закопают и провожающие покинут его, к нему придут два ангела. Мертвый услышит звук обуви уходящих от него людей, и в этот момент к нему придут два ангела. В Марасиль Атла и других сборниках хадисов имеется описание этих ангелов, что их цвет и сине-черный, а их волосы волочатся по земле, их клыки распахивают землю, их голос как гром, а их взгляд как молния. Они несут с собой железный молот. Если все люди и джины соберутся для того, чтобы нести его, они не смогут сделать этого. Они усадят умершего, и он увидит, как закатывается солнце. Его могила раскроется для него так, что он увидит солнце. Сообщение об этом пришло в хадисе Джабира ибн Абдуллы, да будет довольным Всевышний Аллах. В нем сообщается, что когда мертвого уложат в могилу, и к нему придут два ангела, он скажет, дайте мне совершить молитву. Ему будет сказано, ты совершишь молитву, однако сообщи нам, кто твой Господь, какова твоя религия и кто твой пророк? Тогда умерший ответит, мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям. Тогда они повторят вопрос еще раз, кто твой Господь, какова твоя религия, кто твой пророк? Умерший снова ответит, мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям. После этого ангелы скажут, мы знали, что ты убежден. Затем ему будет сказано, посмотри налево Ему будет открыта дверь в огонь и ему будет сказано Это было бы твоим пристанищем, ослушайся ты Аллаха Затем ему будет открыта дверь в рай И он увидит наслаждение и радость этого места Он увидит горы, реки, дворцы и все великие наслаждения, которые есть в раю Ему будет сказано Это твое пристанище, пока тебя не воскресит Аллах, Свят Он и Велик Затем к нему придет человек приятной внешности От которого будет исходить приятный запах Тогда умерший скажет ему Кто ты? У тебя лицо человека, который приходит с благом Я твои праведные дела Клянусь Аллахом, я знал тебя только как спешащего в подчинении Аллаху И медлящего в его ослушании В его могиле будет расстелено ложе из рая А сама могила будет расширена на расстоянии взора А потом ему скажут Спи сном жениха, которого будут только самые любимые для него люди И загробная жизнь пройдет для него за период времени Который покажется ему равным периоду молитвы Алдуха Мы видим, что для мертвых проходят долгие годы Есть люди, которые умерли тысячи лет назад Но если они были из числа мусульман и верующих То этот долгий период времени станет для них подобным периоду времени За который совершается молитва Алдуха Затем этот раб поднимется для воскрешения и сбора А что касается неверующего и нечестивого раба То ангелы усадят его и скажут Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто твой пророк? На что он ответит Я не знаю Я слышал, как люди говорили что-то и говорил это Тогда ему будет сказано Ты не знал и не читал И его ударят железным молотом Если бы им ударили гору, она бы рассыпалась и стала прахом Он закричит так сильно, что его услышат все, кроме людей и джинов Затем к нему придет человек с неприятной внешностью От которого будет исходить неприятный запах Умерший спросит его Кто ты? На что тот ответит Я твои скверные дела Клянусь Аллахом, я знал тебя только как торопливого ослушания и медленного в подчинении ему Затем ему будет сказано Посмотри направо Ему будет открыта дверь в рай и ему скажут Это было бы твоим пристанищем, если бы ты подчинялся Аллаху А затем эта дверь будет закрыта и откроется дверь в огонь Он увидит долины ада, его гной, дерево закум и наказание, находящееся в аду Затем ему будет сказано Это твое пристанище, пока тебя не воскресит Аллах, Свят Он и Велик Тогда этот человек скажет Господи, да не настанет этот час То есть он знает, что если час настанет, то это будет его исходом Затем его могила станет одной из ям ада Как сказано в Коране Огонь, в который их ввергают утром и после полудня А в день наступления часа Подвергните род фараона самым жестоким мучениям Таково будет его положение, пока его не воскресит Всевышний Аллах Верующий, находясь в своей могиле, будет пребывать в наслаждении и радости А кафир и нечестивец, находясь в своей могиле, будет пребывать в наказании, страдании и горе Просим Аллаха благополучия и безопасности Шейх, вы упомянули, что верующий будет спать сном жениха Как можно объединить между тем, что он будет пребывать в наслаждениях и между тем, что он будет спать? Этот сон будет сном для тел Тело умершего будет пребывать в могиле в состоянии сна Подобно сну жениха А что касается душ умерших, то они в раю Души верующих находятся в раю Они подвешены на райских деревьях и вкушают их плоды А что касается их тел, то они находятся в могилах и спят сном жениха Затем это тело истлеет, и от него не останется ничего, кроме копчика И загробная жизнь пройдет для него, подобно молитве Алдуха Затем вас трубят в рог, и души вернутся в свои тела После того, как тела полностью восстановятся Если тебе нравятся передачи нашего канала, и ты хочешь нам помочь Или ты просто хочешь принять участие в даавате То поддержи нас, пройдя по ссылке в описании под этим видео Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его